Всем привет, друзья! Меня зовут Камила. Добро пожаловать на мой канал. Очень долго меня здесь не было, в чём, собственно, причина моего отсутствия, такого длительного. Я работала над одним видео. Это должен был быть плейлист в стиле Тёмной Академии с моими любимыми песнями. Такими очень атмосферными, немножко мрачноватыми. Я работала над этим видео, и оно, по моему скромному мнению, получилось довольно неплохим. Но когда я его выкладывала, его забанили из-за авторских прав. Это было неудивительно, это было предсказуемо и ожидаемо, но всё-таки у меня теплилась небольшая маленькая надежда, что всё-таки это видео пройдёт. Эта надежда не оправдалась, и это видео благополучно забанили. Почему у меня была такая надежда? Потому что я много слушаю разных плейлистов на Ютьюбе, и я не знаю, как эти блогеры выкладывают такие видео и как их не банят. Ну, я надеялась, что я смогу это видео выложить, но не получилось, к сожалению. Я, хотя это было предсказуемо, но я всё-таки расстроилась, и это выбило меня из калии. Я выпала из жизни на пару недель, и сейчас только-только выхожу из этого состояния. Я перестала читать, на меня напал жуткий нечитун, скажем так, в связи со всем этим. Но позже я ещё сняла видео с книгами на прочтение на ноябрь, но которого вы уже не увидите, я его так и не выложила. В общем, да, из-за того, что я расстроилась, я, так сказать, выпала из обоймы на такой большой период времени, и ничего не выкладывала, почти месяц. Ну вот, я снова вернулась, и, как вы уже поняли из названия этого видео, я буду рассказывать о тех книгах, которые хочу успеть дочитать или прочитать до конца этого года. Я составила список, и давайте прямо пройдёмся по нему. Я сейчас дочитываю книги из своего списка книг о Тёмной Академии. Буквально вчера я закончила читать «Фури» Кэти Лоуи. Абсолютно не понравился мне этот роман. Как героиня, главное, начала меня раздражать в начале, так и это раздражение прошлось до самого конца, до самого финала книги. И в плане сюжета абсолютно непонятна логика героев, почему, как и зачем они так поступают. Начали за здравие, закончили за упокой. К концу книги мне хотелось просто закрыть и забыть. Сейчас я дочитываю «Если бы мы были злодеями» М.Л. Рио, и эта книга гораздо больше мне нравится, чем предыдущая. Здесь у нас в центре сюжета семеро друзей. Они четверокурсники в Академии Деллахера. Это Академия искусств. И они выпускники отделения актерского мастерства. И они ставят Шекспира. И происходит трагедия. И главный герой, Оливер, он отсидел 10 лет в тюрьме, выходит, и это его воспоминания о том, что же произошло в выпускном году. Мне нравится, как автор нагоняет атмосферу. Вот вначале все хорошо, потом чем дальше, тем комок все больше и больше закручивается, и это выливается все в трагедию. И как главные герои все ее переживают. И я сейчас буквально... Ну, у меня осталась небольшая часть, четверть книги до конца. И сейчас пока еще непонятно, что там на самом деле произошло. Написана книга хорошо, очень хорошо. И там, естественно, очень много Шекспира. Герои говорят цитатами из трагедий, комедий. Они буквально живут Шекспиром и его пьесами. И вот эта вся академичность этого учебного заведения, и как они ставят постановки, и как они в них играют. В общем, мне пока книга нравится. Будем читать до конца и посмотрим, что же там произошло в финале. Пока ничего не ясно. Но книга мне нравится. Дальше. Что у меня еще осталось на прочтение? «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» с Эльмой Лагерлёв. Начала, а также не закончила. Изначально эта книга была... планировалась как путеводитель по Швеции для детей, и это действительно так. В книге очень много описаний самой Швеции и ее ландшафта, и этой горы, и озера, и долины. В общем, как маленький Нильс путешествует с гусями, так и описывается вот эта местность, где они останавливаются. Там описываются и флора, и фауна. В общем, это все очень красиво написано, и Швеция невероятно удивительная страна, и очень хочется ее посетить после чтения этой книги, но мне очень нравится. даже вместе с этим, если кто-то не любит там описания природы, гор, долин и так далее, в книге... Все-таки это книга для детей, и там много морали, и такого поучительного... Поучительный элемент тоже присутствует, так как Нильс был таким хулиганистым мальчиком, и чем больше он путешествует с гусями, тем он понимает, тем больше он понимает, что он поступал плохо, и такое идет взросление у героя, и за этим очень интересно наблюдать. Следующая книга «Три мушкетера» «Дюма». Я уже не помню, когда я начала слушать эту книгу, я ее слушаю в аудиоформате. Книга замечательная, книга очень увлекательная, эти авантюрные приключения, интриги при дворе, за этим очень интересно наблюдать, все герои очень такие колоритные, но всегда находились какие-то другие книги, которые я ставила в приоритет в течение года, и эта книга как-то отодвигалась на второй план, незаслуженно абсолютно. Эта книга заслуживает того, чтобы ее прочли и до конца, и дослушали абсолютно. Эта книга действительно хороша, это классика, такая великая классика, и мне осталось там буквально тоже четверть, я сейчас на 73% нужно все-таки дослушать. Книга мне нравится. Просто когда ты возвращаешься к книге после долгого перерыва, в нее нужно втянуться. Сейчас я как раз нахожусь на этой стадии, я снова возвращаюсь в этот сюжет, к этим героям, и мне нравится. Так, следующая книга «Confessions» из того же списка «Темной академии» Кана и Минато. Я начала ее читать, я прочла где-то тоже начальную где-то четверть книги. Книга маленькая, тоже 200 с чем-то страниц. опять-таки забросила по причине того, что начался у меня этот ничетон. Я читаю книгу на английском. Книга читается легко, абсолютно написана такими простыми словами и предложениями. Если вы владеете английским, почитайте. Я сейчас пока не дошла до развязки, что же там на самом деле случилось. По сюжету учительницы средних классов в Японии, она мать-одиночка, у нее умирает дочь, и она не верит в то, что это несчастный случай, и начинает разбираться в этом деле сама. и она уверена, что ее дочь убили собственные ученики ее. И как она до этого дошла, и это книга в форме монолога, то есть она, это ее последний день в школе, и последний урок с этим классом, в котором учатся, как она считает, убийцы ее дочери, и она рассказывает им всю историю, как на самом деле все произошло, и почему она подозревает именно двух учеников, насколько я помню, из этого класса. То есть она им это рассказывает. Буду дочитывать, чтобы узнать, что же там на самом деле произошло. Клига довольно интересная. Так, дальше идем, и тут дальше книги, которые я выбрала на чтение в ноябре. Естественно, я их не прочитала. Ноябрь у меня был абсолютно почти что весь провалился, потому что в плане чтения, потому что на меня напал, как я сказала, этот ничетун. И эти книги, которые я запланировала в ноябрь, автоматически переносятся на этот месяц, на декабрь. Итак, первая книга «Страна чудес без тормозов и конец света Харуки Мураками». Я начинала свое знакомство в этом году с Кавки на пляже с Мураками. Это был один из самых странных романов, который я когда-либо читала, но мне удивительно, но мне понравилось. И поэтому это будет продолжение знакомства. Я сейчас почти что на середине этой книги. И здесь у нас две сюжетные линии, и в конце они должны сойтись. Описывать я их не буду, потому что они максимально странные, но книга мне нравится. Книга читается, несмотря на всю такую абсурдность сюжета, здесь есть и черепа единорогов, и какие-то тайные организации, которые гонятся за информацией, и тут и читатели снов, и какой-то закрытый город, обнесённый стеной, из которого нельзя выходить, и после того, как ты в него попадаешь, у тебя забирают собственную тень, и ты не можешь её вернуть. В общем, максимально-максимально странный роман, но мне нравится. Я сама от себя в шоке, или я в шоке от того, как пишет Мураками, потому что это вообще не та литература, которую я люблю, вот эти все какие-то сюрреалистические, непонятные сюжетные линии, ходы, какой-то сюр вообще, но удивительно, но мне нравится. Будем читать дальше. Так, «Белый бим, черное ухо». повесть, которую, о которой я очень много слышала, я ничего не знаю о сюжете, знаю только, что это очень грустная книга о собаке по имени Бим, и эта книга заставляет грустить и страдать, и, в общем, от нее очень-очень грустно и тоскливо, но это не то, что я сейчас хотела бы читать, но повесть довольно-таки маленькая, поэтому, думаю, прочту, если успею. Дальше. Комедии Шекспира. Очень в тему они мне сейчас пришлись, потому что я дочитываю, если бы мы были злодеями, и там герои буквально через слово цитируют и трагедии, и комедии Шекспира, и я накидала себе целый список всех известных комедий Шекспира. Это и «Венецуанский купец», это «Мера за меру», «Сон в летнюю ночь», это «Как вам это нравится?» В общем, все известные комедии. Надеюсь, успею прочесть до конца года. Не знаю, от трагедии Шекспира я получала огромное удовольствие. Там замес не хуже «Игры престолов», там и кровь, и предательство. В общем, читать было очень интересно. Посмотрим, как будет с комедиями. Следующая книга «Тайна и ложь» это роман корейской писательницы Ин Хи Гён, и это у нас семейная сага. Здесь рассказывается о трех поколениях одной семьи. Следующая книга «Уолден или жизнь в лесу» Генри Дэвида Тора. Долго я хожу вокруг этой книги. Это одна из книг из моих книжных планов. Генри Дэвид Тора это американский поэт, философ и мыслитель. И, насколько я понимаю, здесь рассказывается о Уолдене, главном герое, который уходит в лес, строит там хижину, и это такие его записки об его опыте жизни вдали от людей, наедине с природой. Эта книга была во всех, буквально почти что во всех списках книг о минимализме, когда это движение было на пике своей популярности несколько лет назад. С тех пор я ее приметила. И это такая философская повесть о таком отречении, скажем так, от мирских благ и жизни наедине с собой, наедине с природой. Вот об этом повествуется, собственно, в книге. И последняя книга, которую я хочу успеть прочесть до конца этого года, это знаменитейший роман, который стал бестселлером не только в Южной Корее, но и по всему миру. Это Миндаль корейского писателя Сон Вон Пьёна. Одна из главных причин, почему эта книга стала такой популярной, Её читал Ким Нам Джун, Арем, лидер BTS. Все армии по всему миру скупали и читали эту книгу, и у нас она тоже то пропадает, то снова появляется в продаже. В общем, много шума наделала эта книга. В чём сюжет романа? Сон Юн Джен, главный герой, страдает расстройством, алекситимии, это неспособность распознавать собственные чувства. и мужчина средних лет, я, к сожалению, не помню сейчас его имени, предлагает Юн Дже ради своей умирающей уже жены притвориться его сыном, который пропал много лет назад. и вот на похоронах собственно этой женщины Юн Дже и реальный сын, который пропал, встречаются, и тут начинается какая-то уже завязка сюжета. Это всё, что известно из аннотации. в каком-то видео я говорила, что я не люблю читать книги, которые сейчас на пике популярности, которые все читают и о которых все говорят, но здесь всё сошлось. Южная Корея, довольно интригующий сюжет, я не могла пройти мимо. И будет интересно почитать и посмотреть, почему же эта книга стала такой популярной и достойна ли названия бестселлера. Вот такими были книги, которые я надеюсь я успею прочесть до конца этого года. В общем, декабрь проходит под знаменем «Дочитываем всё до конца» и в Новый год я не хочу входить с какими-то долгами. Я хочу дочитать все книги, которые я начала и которые я запланировала. Надеюсь, я успею, у меня это получится. Увидимся в следующих видео. Спасибо, что посмотрели и пока-пока. Пока-пока.